привет привет телеграм и youtube instagram везде где я выложу это видео всем привет меня зовут тара ведьма кто на меня подписан мои клиенты я вас приветствую и мы конечно же в коридоре затмений от солнечного к лунному уже приближаемся к лунному и давайте же посмотрим событие знаковое это будет полнолуние это будет именно лунное затмение писайте в один день и полнолуние когда будет полная луна и еще и полное лунное затмение я бы сказала что такой момент ни для кого не пройдет бесследно и поэтому на темной колоде на три варианта мы посмотрим предостережение какой совет дадут карты и что будет вообще происходить по энергиям в этот период давайте посмотрим не помню сколько сказал вариантов 3 ну давайте посмотрим 3 да значит первый вариант мы посмотрим предостережение советы какие энергии. То есть три карты. Мы посмотрим предостережение, совет и, конечно же, какие энергии вам принесёт этот период. Карты огромные, поэтому, девочки, определяйтесь, мальчики, тоже, если есть предостережение, совет и энергия этого периода. Именно для вас в лунное затмение и в полнолуние. Период сейчас мощный, конечно, все переживают какие-то эмоциональные качели, какие-то фидбэки, возвраты бывших отношений, но мы здесь будем смотреть не конкретно ваши отношения, либо вашу работу, а именно знаковые события и перемены. Сила здесь вышла, правильно я сказала, сильный период, мощный. Колбасить будет всех и никому не отсидеться в норе. Первый, второй и третий вариант. Давайте посмотрим. Выбирайте свой вариант. Карты огромные, поэтому не влазит мне вертикальное видео. Уж как есть, так и есть. Давайте начнём с единичек. Двоечки и троечки я вас откладываю. Мы смотрим. Первая карта, это у нас будет предостережение, да. Вторая карта, это будет у нас совет и энергия. Ох-ох-ох. Ну смотрите, касаемо предостережения, королева жезлов, да, если вы сами являетесь, например, женщиной огненной стихии, то действительно здесь вас может надраконить, раздраконить. Много будет энергии, но иногда энергия, это не говорит о том, что всё будет позитивно. Именно нужно контролировать, здесь будут свои эмоции, свою энергию направить в хорошее русло. Конечно же, не на конфликты, потому что в предостережении королева жезлов, да, этот период может дать много вам энергии, но и королева жезлов отличается таким строптивым нравом, да. Она может быть где-то деспотична, где-то неконтролируемые могут быть вспышки агрессии, либо желание поконфликтовать и съесть заживо. Потому что здесь, смотрите, какая кракозябра на картинке. Поэтому по предостережению королева жезлов всё-таки постарайтесь контролировать и не упускать вот эту свою гиену огненную наружу, потому что будет желание возможно где-то с кем-то потявкаться, да, и проявить, конечно же, свою власть по королеве жезлов. Тут нужно себя взять под контроль и понимать, что будут такие энергии. Предостережение, ничего плохого в принципе не валится, но тем не менее, то, что я озвучила, постарайтесь всё-таки не вступать ни в какие конфликты, да, постараться себя контролировать по максимуму и понимать, что всё-таки полнолуние и затмение. Давайте посмотрим в совете. В совете Паш Кубков. А вот в совете, если смотреть не в негативные, конечно, позиции, а в позитивные, могут проснуться какие-то творческие энергии, захочется творить, например, что-то приготовить вкусное, что-то в себе изменить. То есть действительно Паш Кубков говорит о том, что эмоции-то могут быть здесь и в творческой направленности, но здесь всё-таки Паш Кубков и говорит о том, что если с негативной стороны совет, то будьте аккуратны, здесь он прям будет желание принести какую-то жертву, кого-то крови попить, да, и, возможно, у вас кто-то близкий начнёт пить кровь, как вампир в полнолунии подпитаться вот этой кровью, этой агрессией. Поэтому в совете от карт будьте аккуратны. Папажу Кубков всё-таки со своей эмоциональной сферой и со своими близкими, которых вы любите и не хотите обижать, потому что Паш Кубков говорит о том, что в позитиве это может быть действительно какая-то творческая энергия, проснётся, захочется рисовать, печь пирожки, вышивать, но Паш Кубков тут, извините, на картинке индеец, жрец пьёт кровь из черепа своей жертвой, поэтому здесь кто-то кровью у вас точно попьёт в этот период. И давайте посмотрим всё-таки, какие энергии для вас. Семёрка Кубков, да, я бы сказала, непростой период, не могу сказать по этой карте, и он всё-таки будет для вас крайне эмоциональным, потому что здесь все практически карты, которые связаны с какими-то активными действиями, с чувственной сферой, поэтому здесь будут затронуты ваши чувства и ваши нервы, поэтому берегите. Семёрка Кубков, время, я бы сказала, для вас выждать, нежели активно действовать и чего-то начинать новое. Нет, не в любви, будьте аккуратнее, не вступайте в конфликты, не ссорьтесь, не расставайтесь, а взвешенные решения и отложите все важные дела всё-таки на потом. Именно в этот период лунного затмения нужно максимально взять себя под контроль. Да, возможно, крышу будет сносить, и я бы сказала, достаточно жёстко, и Семёрка Кубков будет казаться, что всё, я зашла в тупик, я устала, я запуталась, но всё-таки это, я бы сказала, больше чувственная сторона вас будет играть, да, ваша вода, которая есть внутри вас. Поэтому Королева Жезлов, если вы действительно огненной стихией, либо вы очень страстная и эмоциональная натура, всё-таки контролируйте себя. Ничего негативного, в принципе, не вышло, но крови попить, либо ваше окружающее, либо вы сами у себя попьёте. Потому что бывает такое, что, как бы, да, начинаются истерики, припадки и всякое такое. И именно человек сам виноват в том, что не умеет контролировать свои эмоции. Для первого варианта всё. Двоечки, приветствую вас, предостережения, советы и энергии. Давайте посмотрим. Всё-таки предостережения, да, совет и энергии. Предостережения. Ну, в предостережении тут скорее бойтесь своих желаний, потому что карта, в принципе, исполнения желаний, много всего будет хотеться, но, тем не менее, бойтесь своих желаний именно негативных. То есть позитивное, понятно, запускайте во Вселенную свои позитивные планы, позитивные желания. Но вот в плане негативных, если вы, например, кому-то что-то от души негативное пожелаете, это желание тоже сбудется, а оно вам надо. То есть в этой ситуации, да, тоже нужно контролировать свои желания. Если вы там, например, хотите что-то в денежном эквиваленте, то, я бы сказала, этот период может поспособствовать исполнению вашего желания. То есть предостережения здесь скорее, ну, маловероятно в негативе, но, тем не менее, всё-таки бойтесь и исполнения, и негативных желаний в том числе. Поэтому в этот период максимально позитивно настраиваемся и не негативим, не желаем никому ничего злого, потому что всякое бывает, иногда в сердцах можно там наслать на другого человека неприятные вещи, и это всё-таки бумерангом вернётся вам. Давайте посмотрим в совете. А вот совет от карты — это полнолуние и лунное затмение заберёт из вашей жизни очень многое, и туда ему и дорога, потому что здесь 13-й старший аркан. Смерть. Посмотрите, какой холод на картинке. Все застыли, всё застыло, но смерть — это безвозвратное отпускание и переход во что-то новое. То есть здесь как бы за вами уже пришли. Не в том плане, что вам пора куда-то покинуть нас, а в том плане, что пора отпустить всех бывших, уйти с нелюбимой работой. То есть здесь у вас возникнет желание всё это дело отпустить. Если вы не захотите это отпускать, это будет очень мощно и очень больно, но вас заставят это отпустить. Например, уйти с нелюбимой работы, что-то поменять после коридора затмений, уйти от токсичных зависимых отношений. Здесь карта смерти — это перерождение, это трансформация. Только через уход чего-то старого можно уйти в новое, чтобы убрать этот холод, этот застой в своей жизни. Потому что здесь, я бы сказала, вот такая камера пыток, да, и всё покрыто льдом. Льдом, да. Как может быть здесь жизнь какая-то, если здесь лёд? Поэтому здесь в совете падает смерть. Не бойтесь отцепиться от прошлого. До свидания ему. Скажите, как бы, асталависта, бэйби. Идите дальше. Не надо за это цепляться. Тут уже как бы ничего не спасти. Всё, что уйдёт, оно уйдёт. И именно, кстати, вот в этот коридор затмений. Так, и третья карта. Какие энергии для вас? Паш Пентакли. Вот после, скорее всего, самого полнолуния и лунного затмения наступит период, когда захочется действовать, когда захочется строить новые планы, когда вы будете деятельны, и это прекрасно, у вас появятся новые цели, потому что взойдёт солнце, да, и после того, как всё завершится, даже если это связано, например, с вашей деятельностью, с бизнесом, с работой, потому что здесь есть Пентаклиевые карты, начинайте новые, начинайте. Вот, но только после коридора затмений. В само полнолуние вам могут прийти просто какие-то инсайты и идеи, энергия будет витать, появится какое-то вдохновение строить дальше что-то, да, либо в вашем деле, в вашей работе, в вашем бизнесе строить какие-то планы. Но это уже придёт после самого, я бы сказала, периода лунного затмения. В само полнолуние просто придут какие-то инсайты, цели и какие-то идеи. Поэтому для вас период, я бы сказала, даже благоприятный. Не бойтесь карты смерти. Смерть — это не в физическом воплощении, а именно, я бы сказала, перерождение во что-то новое. Так, благодарю вас, и троечки, давайте посмотрим. Предостережение, совет, ух ты, у вас всё такое сиреневое, да, и энергии. Значит, первая карта, предостережение, семёрка жезлов. Здесь вы тоже можете столкнуться с какими-то, вот, если вы встретите какое-то противодействие в своих действиях, то есть вам какие-то палки в колёса вставляются, не получаются какие-то дела. Да, вот предостережение — не лезть на рожон, потому что семёрка жезлов вы этим самым жезлом в себе получите в лоб. Потому что семёрка жезлов не время как бы сейчас вообще что-то предпринимать, нужно ещё чуть-чуть переждать. Поэтому вы в делах каких-то своих получите в этот период сопротивления. То есть ничего не будет получаться, и будете думать, ну, какого чёрта, ничего не получается. Так потому что это такой период. И вот в предостережении не плюйте против ветра. Не получается что-то по работе, не получается что-то с близким человеком, отпустите пока ситуацию, не время её порешать. То есть в действиях вы получите какое-то сопротивление, какой-то лес. Давайте посмотрим совет. А в совете падает рыцарь мечей. В совете, знаете, не копаться в своих страхах, потому что луна над вами уже смеётся. И вот всё-таки в полнолуние она здесь у нас полная. Рыцарь что делает? Вот он себе ковыряет в мозгах каким-то мечом. Да, мечом, причём сам себе. То есть никто ему туда этот меч не вставляет. Поэтому вот в полнолуние могут полезть в это затмение такие негативные мысли. Самокопание какое-то, самобичевание какие-то, понимаете, вот эти ваши подкорочные, подсознательные мысли, которых копать, в принципе, раскапывать не надо. Потому что здесь вот именно такой период. И могут вот эти все раны, ваше подсознание, снова выпустить наружу. Это воздействие луны. Это воздействие вот этого полнолуния и затмения. И по рыцарю мечей захочется дотошно докапываться ещё и до окружающих. А где ты был, а что ты делал, а что такое? А вот какая-то подозрительность в вас возникнет. Поэтому в совете от карт не докапывайтесь ни до кого в этот период и сами до себя. И какие энергии всё-таки для вас? Паш мечей. Ну да, мечевые энергии всё-таки вот для вас, троечки, предостережения и советы. Да, где-то вот захочется в это полнолуние себе сделать больно, до окружающей докопаться. То есть Паш мечей всё-таки, посмотрите, он сам себе руку вскрывает здесь. Поэтому здесь будьте аккуратны в совете от карт. Могут вскрыться какие-то старые раны. Может быть какое-то самокопание, самобичевание. Пересидите этот период. Но старые раны, возможно, и старые какие-то подсознательные ваши непроработанные страхи, какие-то старые травмы, они могут, конечно, вот прям вскрыться. Посмотрите, здесь прям луна. И тут, и тут. И карта ночи. И именно вот ночью будет как-то, не айс. Поэтому здесь этот период не надо никуда ходить, не надо ни с кем вести какие-то диалоги, не надо думать ни о чём. Нужно просто пойти на релакс. Просто в этот период ничего не предпринимать. И, конечно, не заниматься самокопанием. Потому что здесь по троечкам захочется этим позаниматься. Сделать себе больно, покопать старые раны. Поэтому желаю вам добра. Если вам нужна личная консультация, приходите ко мне. Запись у меня есть через ссылку в шапке профиля. Желаю вам добра. Ваша Тара-Ведьма.